СОЧИ Сочинский форум – это событие в мире экономики Российской Федерации. И Челябинская область – это экономически развитый субъект. Конечно, здесь не только встречи с бизнес-сообществом, с представителями правительства Российской Федерации. Здесь вырабатывается политика на ближайшую перспективу. Вообще в Челябинской области мы больше опираемся, конечно, на местный капитал. Все-таки деньги от местных предпринимателей рождают деньги внутри территории. Но и с иностранным капиталом дела обстоят достаточно неплохо. В качестве примера Михаил Юревич привел два крупных инвест-проекта, которые с успехом реализуются на Южном Урале. Первый и по-настоящему уникальный – это строительство офисно-производственного комплекса американской компании «Эмерсон». Представить во всех деталях, как будет выглядеть одно из самых наукоемких предприятий страны, можно уже сегодня. Американцы подробно объяснили, почему для строительства такого крупного предприятия они выбрали именно Южный Урал. Есть три причины, которые я могу назвать. Первая причина – это поддержка местного локального правительства. Вторая причина – это существование Южноуральского государственного университета и замечательных выпускников, как с факультета финансов, так и с инженерных факультетов. И третья причина – это поддержка российских производителей и производителей стран СНГ. Проект был начат летом 2013 года. К 2015-му производственные площади займут 24 тысячи квадратных метров, а к 2025-му вырастут практически в два раза. На территории комплекса будут работать более полутора тысяч сотрудников. Крайне важно, что предприятие занимается разработкой и сборкой наукоемких продуктов – измерительных приборов для промышленного производства. Его работа может стать толчком для выхода всей промышленности Южного Урала на новый, более высокий уровень. Еще один громкий проект, который значительно может повлиять на судьбу всего региона – это сотрудничество с компанией «Фортум» – главным поставщиком электроэнергии. Финская энергетическая компания. Когда-то она купила ТГК-10 и сейчас ведет строительство электростанций двух штук. И у нас с ними есть договор о намерении строительства еще одной электростанции. Они ведут модернизацию системы отопления в городе, потому что станция у них находится одна за пределами Челябинска, и четыре в пределах города Челябинска. Значит, вкладывается больше миллиарда долларов. Для развития новой экономики электроэнергия нужна как воздух. Область в течение долгих лет жила в состоянии энергодефицита. Недостающие мощности закупали в Тюменской области. Когда «Фортум» окончат строительство и реконструкцию, мы сможем не только пользоваться сами, но и продавать. Сегодня вся энергосистема Южного Урала производит 5310 мегаватт электроэнергии. В следующем году после завершения модернизации Чегресс к ним прибавится еще 620. После строительства энергоблока на Троицкой Гресс – 660. Южноуральск добавит 1200. Таким образом, мощность вырастет на 2480 мегаватт. Это почти половина от того, что у нас есть сейчас. Такой мощный рывок вперед по достоинству оценили и наши соседи. Отмечу слаженную работу компании «Фортум» и региональной и муниципальной власти на пути к реализации данного инвестпроекта. Плюсы, о которых рассказал губернатор, они, безусловно, есть и будут. Это серьезный шаг к созданию нормального, не энергодефицитного общества. И вполне закономерно, что один из ведущих экспертов страны, генеральный директор агентства стратегических инициатив Андрей Никитин, отвел Челябинской области почетное место в первой десятке регионов, привлекательных для инвесторов. Сочинский форум это еще раз доказал. Редактор субтитров А.Семкин